Это священное действие известно с древнейших времен. Еще первый русский православный паломник, игумен Даниил, описал таинство сошествия святого огня на гроб Господень. Ровно в полдень 12 часов литургического греческого времени, то есть час дня по Иерусалимскому времени, совершается запечатывание кувуклии, то есть пещеры гроба Господня. Господь сходит в ад и сень смертную, полдень Великой Субботы. Храм гроба Господня наполнен молящимся народом. 12.20 по литургическому времени, 13.20 времени Иерусалимского. Храм гроба Господня ходит шумно, точнее почти врывается процессия христианской молодежи с гимнами, воплями, молитвенными взываниями, заставляющими вспомнить об иерихонских трубах, о молитвах, сводивших в древние ветхозаветные времена огонь с неба, о том, как в иной пластике, в ином ритме, в ином непривычном для нас образе молитвы раскрывается все то же самое стремление к воскресению, к воскресению огня и света. Вот несут ту самую лампаду, которая в преданиях русского Иерусалима отождествляется с лампадой Даниила. Ее несет старец, митрополит Даниил, который является настоятелем святогробского храма. Распечатано Кувуклия, и владыка Даниил вносит лампаду в Кувуклию гроба Господня. Приближается крестный ход. Вслед за хоругвеносцами, за крестоносцем, клириком несущим патриарший крест, идет сам блаженнейший патриарх Деодор I. Напряжение растет. Люди ждут, когда патриарх, изображая агнца, вземлющего на себя грех мира, войдет в святую Кувуклию, чтобы принять благодать святого огня. Вот его разоблачают, снимают с него священные одежды до подризника, и практически в одной белой рубахе вводят в гроб Господень. Сейчас напряжение нарастает. Все ждут. Сойдет или не сойдет благодать святого огня. Как некогда в ту пасхальную ночь ученики и жены мироносицы вновь все верующие с замиранием сердца в священном ужасе ждут. Воскреснет или не воскреснет священный огонь и свет. Но Христос воскрес, первенец из мертвых. Ныне вся исполнившаяся света, небо и земля и преисподняя. Молнии над Кувуклией показывают момент схождения святого огня. И вот уже первые священосцы, скороходы побежали по храму, разнося благодатный огонь по всем закоулкам древнего храмового комплекса. И, наконец, из Кувуклии появляется блаженнейший патриарх Деодор. Благодатный огонь в первые минуты не сжет и не обжигает. Весь храм наполняется огнем и светом, обновляющим пламенем воскресения Христова, наполненный сегодня храм гроба Господня, сердца и души собравшегося здесь народа, вся полнота православия. Христос воскресе!